Друзья, в этот знаменательный день, 1 декабря 2020 года, мы отмечаем 80-летие журнала «Север». Очень приятно, что сегодня к нам приехали наши почетные гости. Я хочу представить еще одних дорогих наших почетных гостей. Слева, справа от меня, да, сидит очень известный исследователь, литературовед, критик Лола Звонарева. Она же ведущая очень известной программы, литературной гостины на радиоканале «Русский мир». И ее передачи есть возможность посмотреть у русскоговорящих людей в 47 странах мира. Прослушайте передачу. Слева от меня сидит наш автор. Кстати, в этом журнале, в этом номере журнала «Север» опубликована его поиск «Белушка» Папаев Григорьевич Кринев. Мы очень дорожим этим сотрудничеством. И это писатель российской известности. И поэтому публикация его произведения в журнале «Север» всегда находит отклик в читательских сердцах. Когда мы публиковали, помните вашу повесть о «Лебеде»? Это настолько было... Он пишет сам уроженец Лопшенки, это Архангельской области. Кстати, биография у него и литературная, и трудовая, достаточно насыщенная, серьезная. Но, тем не менее, он не растерял от такого ощущения, чувства природы. Он чувствует природу как человек и передает как писатель. Вот юбилей журнала «Север», такое непростое время у нас, пандемия коронавируса. И вы отважились приехать из Москвы на праздник журнала «Север». Хотя все творческие мероприятия отменены. Вы знаете, что творческих встреч в библиотеках нигде не проводится, потому что многие на самоизоляции, на удаленном доступе. И сейчас, благодаря библиотеке имени Гусарова, которая носит имя главного редактора журнала «Север», Дмитрий Яковлевич Гусаров, 36 лет главным редактором «Север», наши добрые друзья, партнеры, благодаря им мы сможем обратиться со своим словом к читателю. Я хочу вас спросить, что вас побудило приехать на Юлию Север? Мне, например, с юных лет говорила мама о том, чтобы понять душу русского человека, нужно обязательно побывать на Севере. Я недавно была в Архангельске, и для меня журнал «Север» – это такое огромное событие культурного значения, для всей страны, для всего нашего читающего русскоговорящего мира. И мне хотелось лучше познакомиться и с коллективом, и с вами, и с Дмитрием, как с талантливым поэтом, блестящим организатором. И я хотела, познакомившись, почитав, посмотрев журнал, другие номера, пригласить вас в редколлегию своего журнала, потому что я хочу, чтобы мы жили журналами. 12 лет я опускала журнал «Театурное знакомство» и в этом году в Архангельске мне вручили диплом «Патриот России» 2020 именно за рубрику, посвященную Северу, «Свет русского Севера», которую ведет Павел Григорьевич Коренев уже больше двух лет. И меня очень волнует, и мне тоже кажется, что не прикасаясь душой иногда к Северу, не думая о том, с чего начиналась Россия, о ее северных городах, северных традициях, невозможно ее помнить. Поэтому я надеюсь, что мой сегодняшний визит сюда – это начало нашего благотворного и будущего, надеюсь, долгого, прочного сотрудничества. Спасибо большое. Павел Григорьевич, а вас тут сподвигло приехать? Просите дела и по-моему, в России? Да. Ну, во-первых, это Уваженевск, замечательный журнал, замечательный странник, название Кореи. Корея – это соседка наша Архангельской области, и те более моих родных земель, я находился на летнем берегу Белого моря, а на западном берегу Белого моря находится Корея. То есть мы соседи, поэтому как не интересовать соседку. Я здесь бывал еще в юном возрасте, я был суворовцем, и здесь в летних лагерях в городе Лагденбог, я такое красивое название. Лагденбог. Да, замечательные, так сказать, места. Я там был, участвовал в воинах, которые, так сказать, ну, или искусственных учебных, и мне это было понравилось. Затем здесь живут до сих пор животные родственники, в поселке Рабочий Островск, я изначально люблю эту территорию. Поэтому это вот первое. Второе, знаете, вот есть какие-то знаковые журналы, да, есть просто журнал, так сказать, вышел и все, а журнал «Север», его знает, ну, все Беломорье знает, где отходился и вырос. Это был знак качества напечататься в журнале «Север». И, конечно, так сказать, все стремились, я тоже стремился. Мне это всегда получалось. Один же там, один рассказ мы завернули, вот, прошел только один. И, вы знаете, когда я выступал в Суисписарке, в Ленинграде, это спрашивал всегда, а печатался он в журнале «Север»? По какому-то «Север»? Нет, не печатался. Ну, извините, как бы так, очень строго было. Вот. И у меня все вот тоже публикация была, мне как-то легко приятно. Ну, правда, еще две книжки у меня вышли. Так что вот это напечататься в журнале «Север» было знаком качества. Я давно, как бы, испытываю радость и гордость из-за того, что я сопричастен к работе. Спасибо. Павел Игоревич, вот кратко охарактеризуйте свою прозу. О чем вы пишете? Вот для читателей, потому что читатели библиотеки, вы приедете в библиотеку спросить ваши книги, да, и они должны вот тут знать, анонсируйте, пожалуйста, о чем ваши книги. Вот одна книга «Поморский полк», да, ну, на севере, на Летнем берегу можно предположить, да, что это Летний берег, ну, это здесь моя книга. Да, вот ваши рассказы, я уже и повести кратенько описывала, потому что главная тема, которая библиотеки задевает, это взаимоотношения человека и животных, человек и природа. Да. Ну, вот мы уже характеризовали, но главное, что я могу сказать, что моя главная, тема творчества моего, это я рассказываю, журнал «Север». Это север, это люди, живущие здесь, в этих краях, даже вот военная книжка, да, «Поморский полк» называется, она в боевых действиях в Карелии, где погиб мой родной дед. У меня вообще все связано с Карелией, так сказать, и с Заводскими, и, вообще-то скажем, с журналом «Север». я, как бы, чувствую себя кровиночкой вот этих вот мест. Ну, так что у меня, мое творчество посвящено людям, живущим на Белом море, на Летнем берегу, не только на Летнем берегу, а просто на Севере живущих. Это все, там и жизнь животных, там и жизнь, так сказать, людей, там детство, которое я провел, о детстве я много пишу, там война, военные, так сказать, вот в частности, эта книга, да, там публицистика связана с Севером. У меня все север, поэтому, конечно же, так сказать, все, что, все мои творчества, это есть север. Хорошо, спасибо. Лова, хотела у вас спросить, вы ведете такую огромную подвижническую работу, вы занимаетесь, юными дарованиями литературными, вы критик, вы исследователь, вы литературовид, а вот в ваш взгляд, как вам кажется, сегодня наша литература, она побывает в каком состоянии, как бы вы ее охарактеризовали? Ну, вы знаете, мне кажется, что очень сегодня наша литература переживает еще большой подъем. Просто я расстраиваюсь, что не так много читает наша молодежь, но у меня, например, там в трех университетах около 700 студентов, и я стараюсь им рассказывать о современной литературе, приглашать современных писателей, чтобы они говорили... Какие университеты? Я преподаю в Московском международном университете, потом в Институте мира и цивилизации и в Смоленском государственном университете. Вот так получилось. А что у нас преподается? В Смоленском государственном университете спецкурс авторский по литературной критике, в Московском международном университете древнерусскую литературу, русский язык и культурную речь, публицистическую речь, отдельный спецкурс, в Институте мира и цивилизации межкультурная коммуникация, копирайтинг, рекламные дисциплины, на факультете рекламы такие. Но в любом случае я все время говорю о том, что если межкультурная коммуникация возможна, если человек наполнен культурой, иначе получается коммуникация пустоты с пустотой. Поэтому у нас все время идет разговор о современной литературе, о современной культуре, о современном изобразительном искусстве. И я стараюсь в своих журналах тоже лучшие работы своих студентов представлять. У меня есть рубрика «Премя молодой и незнакомая». Но я хочу сказать, что мне кажется, что сегодня очень интересно работать среднему календарю. Я восхищаюсь творчеством Павла Григорьевича Коренева. Счастлива, что вы печатаете. И он еще мне рассказал, что мне только что вышла книжка интереснейшей исторической публицистики, где он дал совершенно свой взгляд на знаменитые фигуры нашей истории. И он нашел очень много уникальных материалов в закрытых архивах. И каждая его публикация на страницах того же еженедельника слова это всегда было большое событие для историков и для всех, кто интересуется прошлым нашей большой страны. И старшее поколение. Я много писала «Злоев Анатолием Анатоличем Ахлевском». Это же автор «Живу Новосевер». Ища новое имя жил «Живу Новосевер». Да, да, да. У меня просто цикл статей есть о его творчестве. Недавно, вот мы с Павлом Григорьевичем ввели вечер Альберта Анатольевича Виханова, который тоже отдал из «Руссо-Кирова» и по сути тоже связан с Севером. Вот у нас очень интересно есть в Уфе друг Камильзи Ганши, недавно получился. Тоже автор Журнала Васильева. Да, то есть вот это поколение 80-летних, 70-летних. Но интересно очень и мои ровесники, чуть младше, тот же Арсен Титов из Южно-Руссии. Тоже автор Журнала Васильева. Да, и автор исторических вещей Александр Герден или Борис Евсеев, родившись на Юже, Южно-Русская. Но его текст, на мой взгляд, очень интересный. Младший, вот у нас в Серебряных Сверчках, я с удовольствием подарила редакции подборку своих журналов. Я больше 30 лет занимаюсь творчеством юных авторов и мечтаю, чтобы в двух фестивалях, где я член журнала и председатель, фестиваль «Начало межрегиональное подрезание Солочья» и фестиваль «Волшебное пюро всероссийский», чтобы юные авторы из Петрозаводска, из Карелии участвовали, начиная с этого года, и чтобы были постоянными авторами в Серебряных Сверчков. Вот трое наши, та же Маша Щевелева, Марина Цуранова, поступили в Литературный институт и довольно интересно начали работать. И каждый раз на совещании молодых авторов открываются какие-то трясающие имена. И чаще всего это ребята из глубинки. Они приходят со своим видением, со своим чувством. И вот поэтому я так мечтаю, чтобы на базе какого-нибудь из них петрозаводских школ, на базе литературной студии и литературного класса у нас открылся корреспондентский пункт. Мы давали талантливых петрозаводских авторов в каждом году. Спасибо, Лула. Дорогие читатели, огромное вам спасибо за внимание. Читайте журнал «Север», читайте книги и наших дорогих гостей. И вообще книги приходите в библиотеку имени Кусарова. Где всегда тепло, где всегда светло, где всегда уютно, вас ждут и всегда дадут ценный совет. Огромное спасибо нашим друзьям, партнерам. И ближе в Новосемер – это общий праздник. Благодарю.